Волейбол в школу. Региональный этап соревнований по волейболу среди общеобразовательных учреждений Немецкого округа стартовал в Наринмаре. За звание лучших волейболистов во дворце спорта Норд борются 24 команды, 7 из них сельские. Турнир продолжается 6 дней. Завтра в среду состоятся финальные матчи. Ежегодные соревнования по волейболу собирают на Наринмаре лучших игроков со всего округа. В этом году 7 из 24 команд приехали из сельских школ. Спортсмен из поселка Красный Александр Скрябин немного волнуется, ведь его команда таким составом играет впервые. Говорит, что тренер настраивает их на победу. Волейболами занимаюсь года три. Один раз пришел в школу, начал играть, понравилось. Потом начал тренировать, а потом уже все больше начал проявляться к этому виду спорта. Традиционно девичьи команды из городских школ считаются одними из сильнейших в турнире. Вот и на этот раз команда старших девушек из городской школы номер 4 по промежуточным результатам на первом месте. Это командная игра, когда ты можешь положиться на другого человека в твоей команде. И именно внутри игры ты чувствуешь какой-то драйв, какое-то невероятное чувство, когда ты можешь выложиться на все сто и болельщики будут тебя поддерживать. Твоя команда будет тебя поддерживать. И когда ты чувствуешь вкус победы, это незабываемое чувство. Девятиклассник из Харуты Гаврил Филиппов занимается этим видом спорта с четвертого класса. Говорит, что его команда настроена на победу. В этом виде мне спорта нравится командная игра. И в том, что каждый может проявить свою инициативу и доказать, что сполученность выше всего. Претензии на победу абсолютно обоснованы. В прошлом году команда харутинских спортсменов заняла второе место в финале. Сейчас пока идет без поражения. Тренер команды верит в успех. Воспитывать детей нужно с раннего возраста, потому что за год это ничего не сделаешь. Постоянство, чтобы было в тренерской работе, чтобы дети были с желанием ходили, конечно, на тренировки. К сожалению, у нас школы маленькие, сельские. И набрать детей возраста того, как второго полагается, нет возможности. К сожалению, у нас участвуют только девятиклассники. 10-11 класса мальчиков нет, поэтому мы младше, но стараемся, боремся, будем стараться победить. Старшие юноши играют по кругу. 20 марта состоятся стыковочные матчи, тогда же определятся победители. По регламенту проведения турнира, если у нас в соревнованиях участвует 7 и менее команд, мы играем по круговой системе, это каждая с каждым победитель будет определяться по наибольшему количеству набранных очков. Если у нас 8 команд и более, то делимся на группы, играем по кругу, затем стыковые матчи. Финальные игры пройдут завтра, 20 марта. По итогам соревнований команды-победители в младшей возрастной группе будут представлять округ на всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч», которые пройдут в городе Петрозаводск с 22 по 28 апреля. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».